Каковы настоящие намерения Джана? Неожиданные события следовали одно за другим. Когда Сюрея узнала, что Бигюм посещала школу и лагерь выходного дня Эмира, что они втроем были вместе, и услышала это от кого-то другого, а не от Фарука, это было очень плохо. Он не смог сдержаться и отправился в лагерь под предлогом того, что забрал забытую сумку Фарука. И когда он увидел их вместе, счастливых и радостных, как семью, он очень расстроился и поспорил с Фаруком. Сурея вернулась, и Фарук последовал за ней, боясь потерять ее. Акиф, подслушавший их любовные ссоры и примирения, тоже был взволнован и признался в своих отношениях с Сенем. Фарук и Сурея были очень удивлены. Тем временем Адам продолжает терапию, похоже, ему будет сложно противостоять самому себе. Чем более интенсивное прошлое, полно боли и глубоких ран, тем утомительнее противостоять ему и исцеляться. Тем временем господин Гарип и госпожа Эсма начали предпринимать робкие, но полные энтузиазма шаги, чтобы испытать остатки того, что они потеряли в прошлом. Гарип Бей назначил им двоим встречу в доме, который он построил своими руками в юности и пошел туда и стал ждать. Госпожа Эсма изо всех сил старалась не ходить на работу, но в конце концов все же оказалась там. Должно быть, что-то произошло между Фикретом и девушкой-помощницей. Ипик очень уверена в себе, но собственными руками подталкивает мужа к новым отношениям. Это оправдание мужчин, я ответил на чужое внимание, потому что не смог добиться внимания от жены. Бедные мужчины, мы не должны оставлять их без внимания и любви. Хуже всего было то, что он видел искреннее поведение Адама Фикрета и его помощника, а когда последовал за ними, то увидел, что они пошли в дом девушки после офиса. Адам уже давит на Фикрета по поводу его тайных планов, и когда у него появится такой козырь, он обязательно им воспользуется. Госпожа Эсма поручила кому-то шаг за шагом следить за Сюреей. Раньше она просила этого человека собирать информацию о Джане. Теперь очередь Сюрея. Согласно появившемуся письму, отец Адама действительно хотел зарегистрировать сына, но мать Адама не разрешила этого. Если бы Адам знал это, интересно, что бы он подумал о своей матери, на которую ему никогда не было наплевать. В день встречи с Джаном Эмиром он пошел в школу, чтобы спросить Сюрею, что он может купить ей в подарок. Они встретили Фарука у двери на выходе. Джан тоже спровоцировал, и они подрались, Фарук сжал Джану горло. Сюрея обвинила Фарука, но делара Джанин сказала, что она слишком жестко поступила с Фаруком. Похоже, делара будет право. Фарук собирался купить билеты для них троих вместе с Сюреей, чтобы пойти на спектакль, который хотел посмотреть Эмир. Когда он рассказал Эмиру об этой идее по телефону, полученный ответ удивил их, Джан купил билеты на один и тот же спектакль. Бигюм, Эмир и Джан собирались посмотреть его вместе. Он услышал, как Джан Фарук разговаривает по телефону о билете, поэтому пошел и купил билет. В последней сцене мы видели, как Джан входит в свою новую квартиру, полную коробок, с тремя билетами в руке. Джан посмотрел на фотографии Сюреи в коробке на столе. Инцидент неожиданно принял другой оборот. Джан все спланировал, он на самом деле влюблен в Сюрею и делает все для этого. Похоже, все станет еще сложнее, чем есть сейчас. Сурея очень злится на Фарука. В конце последней серии Фарук и Сурея пошли на ужин, чтобы встретиться с парнем Бигюм, они были очень удивлены, обнаружив перед собой Джана. Бигюм и Джан тоже были в замешательстве. Но Фарук был не только удивлен, он еще и очень рассердился. Он уже был очень зол на Джана из-за Суреи. Мысль о том, что теперь он будет иметь отношение с сыном, как с любовником Бигюм, сводила Фарука с ума. Обед был очень напряженным. Фарук загнал в угол и угрожал Джану, который шел в туалет. Сурея был оскорблен реакцией Фарука на Джана, думая, что он так зол, потому что завидовал Бигюм. Муж и жена начали постоянно спорить по этому поводу, и постепенно между ними возникла дистанция. С другой стороны, Эсме не понравилось, что в жизнь Бигюм вошел мужчина, и она подошла к женщине и намекнула, что если она не будет действовать осторожно, то у нее могут отобрать ребенка. Бигюм тоже забеспокоилась и поделилась этим с Джаном. Джан отправился к Фаруку с мыслью защитить Бигюм и его сына, и они поспорили. Фарук разозлился и ударил Джана. Дилара также пытается уговорить Адама пройти лечение. Адам, пришедший на первое занятие по настоянию жены, был впечатлен больше, чем он думал. С другой стороны, Адам пытается победить Фарука и давит по этому поводу на Фикрета. Фикрет тоже начал переживать в себе разные вещи. Секретарь сейчас думает о девушке. Ибик также очень умеет отчуждать себя. Он очень заботится о малыше и все больше пренебрегает Фикретом. В их отношениях начинают звенеть тревожные звоночки, но он этого не осознает. Осман привез Бурку домой на ужин. Бурку всем нравился, но Сурея поняла, что девушка была доминирующим персонажем по сравнению с Османом, и что эти отношения не сделают наивного Османа счастливым. Мальчик уже сказал Сурея, что не любит девушку. Но теперь Эсма видит в этих отношениях надежду на то, что он забудет Сурею и поддерживает ее. Джан возбудил уголовное дело против Фарука, и его вызвали в полицейский участок для дачи показаний. Сурея был очень зол, и это было правильно. Фарук собирался поехать в школьную поездку Эмира в лагерь выходного дня, куда дети будут приезжать вместе со своими семьями. На самом деле Фарук собирался пойти с Эмиром, потому что Бигюм была на дежурстве. Но когда Бигюм в последнюю минуту осталось без дела, мальчик настоял, и они все вместе отправились в лагерь. Сурея узнал об этом от Джана, а не от Фарука. Большой секрет, который она узнала, побуждает Эсму действовать. Фарука и Сурею ждет большой сюрприз. Потрясенная опасной правдой, которая раскрывается, Эсма действует в двух направлениях. Новое событие вызывает большую напряженность Суреей и Фаруком. Сурея вынуждает Фарука столкнуться с трудной ситуацией. Потрясенный неожиданными ударами, которые он получал один за другим, Адам оказывается на пороге критического выбора. Акиф и Сеням выдержали тяжелую борьбу в своей попытке. Встреча в конце дня произведет эффект холодного душа как на Фарука, так и на Сурею. Между Бигюм и Фаруком напряженные отношения в конце последней серии Эсма узнала, что Осман тоже влюблен в Сурею. Преодоление шока от этой и этой тайны, он делится этим со своей служанкой. Он планирует отправить Сурею из особняка. С другой стороны, она решает не препятствовать встречам Гарипа с дочерью, чтобы отвлечь внимание Османа на что-то другое. Он даже рассказывает об этом Осману и девушке. Он также разговаривает с Гарипом, и они решают действовать вместе с ним, убежденные, что адвокат ничего не знает о том, что сделал Адам. Фарук же пытается закрыть вопрос, продав свою недвижимость и отдав Адаму свою долю дома. Он встречается с Адамом и просит пообещать, что не сдастся, когда найдет деньги. Адам же уже пожалел, что поверил словам Фикрета и сделал это предложение. Он кричит Фикрету, чтобы тот решил эту проблему, и сердито уходит домой. Он взрывается в деларе, женщина немедленно идет к терапевту, которому, как она думала, ходил ее муж, и узнает правду. Она говорит Адаму, что разведется с ним, если он не пойдет на терапию. Эсма сказала Эпику, что Сурея заботится о ее ребенке, она говорит ей, что должна позаботиться о муже и ребенке. Хотя Эпик поначалу не может с этим справиться.